Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о очень важной теме, о которой заходит речь во многих комьюнити-чатах и тех, кто интересуется и религией, и эзотерикой, как стать ближе к Богу. И это в сути очень такой вопрос, потому что он не столько связан с религией, а сколько связан с самими вами. То есть, и вот когда люди, допустим, хотят прийти к Богу, о чем они говорят, да? Они говорят о том, чтобы открыть сердце и стать более близкими. Более близкими к кому? Ко Вселенной, к Абсолюту, к Источнику. Но здесь идет канал взаимосвязи. То есть, Абсолют это не что-то отдельное, не что-то, что где-то находится за гранью и непостижимо. Это то, что есть, по сути, в вашем сознании, в вас самих. И это ваша взаимосвязь. Когда вы соединены с этим Абсолютом, то вы можете действовать осознанно, гармонично. У вас вот этот канал взаимосвязи открыт. То есть, канал, который наполняет вас. Я говорил об этом в одном из своих видео. По каналу совести к вам приходит очень важное и полезное знание, которое дает вам открытость, радость, гармонию, просвещает вас, наполняет любовью, радостью, счастьем. Вот это и есть канал связи с Богом, с Абсолютом. И по этому каналу вы можете черпать знания в огромном количестве. Самое главное это убрать то, что мешает этому получению знания. Вот у нас есть в голове, да, то есть, ну не в голове, наверное, правильно сказать, а вот здесь вот, да, пространство получения этого знания от Вселенной. И по этому каналу мы можем получать потрясающие знания. То есть, то, что вот есть в хрониках Акаши, то есть, вселенское знание, оно приходит к нам именно по этому каналу. И вот я, допустим, находясь в состоянии медитации, трансформации, это знание получаю. И самое главное, что я получаю вот эти гармоничные взаимодействия со Вселенной. То есть, что это значит? По этому каналу я могу получить что-то, что будет для меня правильно или неправильно. Как сделать, вот, например, какое-то действие, чтобы оно принесло максимальную пользу. И в этом вот взаимодействии происходит что? Такое чудесное понимание. То есть, это как канал, который наполняет нас. То есть, мы действуем уже неосознанно, как что-то пришло нам, как озарение, и вот тогда мы уже действуем. Тоже точно так же в сессии, да, когда я делаю человеку процессинг, я помогаю очистить этот канал от залежей, хлама, мусора, который там накопился. И чем больше этого мусора, тем сложнее человеку получать вот эти вот концептуальные знания от Вселенной, от Источника. Вот по этому каналу можно получить все, что угодно, любое знание. И вот именно действовать важно, когда вы получили знание, тогда вы действуете, тогда вы уже гармонично можете действовать. То есть, вам не надо как-то состязаться с собой, со Вселенной, вам не надо кого-то просить или что-то делать. Вы знаете, что делаете. То есть, вы знаете, куда идти, как идти, каким образом. То есть, вот о чем я говорю. И в этом состоянии вы можете действовать осознанно и легко. Получил этот доступ. А его открыть достаточно просто. То есть, мы убираем то, что мешает. То есть, и вот, по сути, мы гармонизируем связь с Богом. То есть, почему вот даже исследовали, допустим, молекулу ДМТ. И она названа была молекулой Бога. Потому что это связь со Всущим, да, со Вселенной. Это связь, которая есть в каждом растении, животном. Она есть в нас. И мы таким образом общаемся. И вот эта молекула ДМТ, она вырабатывается у нас в теле. В теле помидоров, в теле мышки, в теле дерева. И мы можем общаться. Что самое важное, мы можем обмениваться этим потоком, потоком знания. И когда этот поток есть в нас, когда он есть в другом, мы это можем чувствовать. То есть, мы можем взаимодействовать и эти потоки гармонизировать. То есть, наполняться радостью, осознанностью, гармонией, счастьем. И так будет такое выстраиваться очень правильное, корректное взаимодействие. То есть, что это значит? Что мы будем тонко чувствовать другого человека. И в этом тонком чувствовании будет рождаться духовное и жизненное исцеление. И когда это исцеление будет, оно нам будет помогать. То есть, помогать в трансформации, помогать в исцелении. То есть, вот это тонкое чувствование, оно что нам дает? Мы двигаемся по потоку и в этом потоке реализуем все самое лучшее, все, что необходимо нам. В этом потоке мы можем достигать результата. Мы можем достигать тех вещей, которые, самое главное, нужны для нас. То есть, вселенная подсказывает нам, это нужно, это нет. И вы это можете чувствовать даже в сердце. Да, то есть, в сердце вы можете почувствовать, как это правильно сделать. Нужно ли это для вас или нет? Сердце подсказывает, оно не ошибается. И вот я тоже много раз чувствовал, да, что сердце подсказывает, нужно это сделать или нет. Оно дает четкие сигналы. Если вы чувствуете тревогу какую-то на бессознательном уровне, то, возможно, лучше не делать этого. Это подсказывает вашей души. И когда вы чувствуете, что нужно это сделать, вот тогда сердце будет говорить вам, да, да, правильно. А по каналу от лучшего я, от источника, вы будете получать ценные знания, которые говорят, как это сделать и как это правильно реализовать. Вот давайте сделаем такую небольшую практику. Вот я покажу вам, как работает процессинг, которым я занимаюсь. И потом вы сможете это делать самостоятельно или можно будет делать со мной, как вам будет удобнее. Вот сядьте или лягте в удобном месте. Закройте глаза, чтобы вам было комфортно. И создайте пространство для сессий с помощью своего намерения. Вот. Потом ощутите себя в этом пространстве и свое тело в этом пространстве. Почувствуйте, что есть в этом пространстве. Ощутите его в полной мере. Наполните его любовью. Вот. И дальше откройтесь вот божественному, да, то есть откройте вот этот канал, да, то есть дайте ему возможность, чтобы... Ну, то есть, чтобы он раскрылся, да, то есть, откройте свою верхнюю чакру тела, да, почувствуйте все энергетические центры тела, да, дайте возможность энергии плавно перетекать по телу, вот. Когда вы почувствуете это, да, то посмотрите, есть ли какие-то зажимы, блоки энергетические, может быть, где-то энергия застаивается, где-то что-то она идет не так, посмотрите на это, посмотрите, где эти блоки есть, откуда они проистекают, где они скопились в теле. И когда вы это почувствовали, да, то есть, где этот блок есть, как он проявляется, то посмотрите глубже, откуда идет это, да, то есть, возможно, всплывет какой-то случай, какое-то негативное переживание, эмоция, боль, вот, ощущение. Вот, когда вы почувствуете, откуда это идет, то перепроживите этот случай, то есть, не подавляйте его, да, перепроживите с полным восприятием, как есть. То есть, это можно сделать один, второй, третий раз, пока вы не почувствуете облегчение. Вот, облегчение, это значит, что состояние начнет улучшаться, вы почувствуете больше гармонии, радости, счастья, и чувствуете, что этот блок ушел. Вот, когда вы это почувствуете, это, как бы, говорит о том, что можно завершить на этом, да, с данным, работу с данным ощущением. Если это не происходит, то исследуйте более глубже, посмотрите, возможно, есть более глубокий класс этого, то есть, более ранний подобный случай. Посмотрите на это, исследуйте, углубитесь в это и проработайте это. То есть, проработайте полностью до, в полной мере до самого раннего случая, то есть, перепроживите их, эти случаи. И когда вот вы почувствуете, что все это, вы, как бы, получили облегчение, то есть, это ушло, вот на этом вы можете завершить работу с данным ощущением, болью, эмоцией. И когда вы почувствовали, что блок ушел, просто, да, на этом завершить и наполнить пространство любовью. Вот так, таким же образом можно исцелить и другие, да, то есть, вы, допустим, проработали блок сердца, потом чувствуете блок в груди, тоже проработали его. Вот таким образом можно проработать множество блоков, которые есть у вас. То есть, и когда вы проработали максимальное количество блоков, да, ну, то есть, можете один, два за сессию сделать, завершите сессию, да, и потом наполните пространство любовью, повторите эту сессию, если необходимо, на следующий день. Вот мы делаем такие сессии, вот когда я провожу их, да, но мы двигаемся более глубоко еще, да, то есть, если вот тут я показал такую базовую технику, то когда мы делаем процессинг в паре, да, то есть, я задаю вопросы, направляю внимание, я помогаю человеку отыскать эти случаи, если они у него не приходят, например, и проработать их до конечных явлений, чтобы произошло полное исцеление. То, что бывает человек не дорабатывает, где-то остается там какой-то, ну, часть, да, и человек думает, что уже все, а потом это возвращается, вот. То есть, моя цель это помочь найти и дальше уже проработать до конечных явлений, чтобы это не владело вашим вниманием. Таким образом, мы прорабатываем все тело, исцеляем наш верхний центр, да, и налаживаем связь с Богом, то есть, связь со всем сущим. Вот, если вам, друзья, это действительно интересно, напишите мне в личные сообщения все мои контакты укатаны под этим видео. Лучше всего писать в Вайбере, там я отвечу быстрее всего. Ну, вообще, любой способ, любой соцсети доступен. Facebook, ВКонтакте, WhatsApp, Telegram, вот как вам удобнее. Ну, и, конечно же, если это видео вам понравилось, ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь друзья в соцсетях и поделитесь этим видео с вашими друзьями в любой соцсети, которая вам близка. Вот, и, конечно же, буду рад вас видеть, друзья, тоже добавляйтесь, друзья, все мои контакты под этим видео. Также фильмы, можете сейчас, они появятся на вашем экране, книги «Мира и вечного познания» и «Полное исцеление». Это книги, которые указаны в описании, можете их прочитать. Вот, сейчас посмотрите видео «Как изменить судьбу» и «Практика процессинга счастья», вот мой сайт. И также подписка на мой канал, подписывайтесь, это очень здорово, сможете узнать больше информации и получить больше знаний о том, как можно улучшать свое состояние. Вот, и буду рад вас видеть в следующем видео, оно выйдет на моем канале завтра. Всего вам доброго, друзья, радости, осознанности и счастья. Субтитры сделал DimaTorzok